Дождаться свою маршрутку порой бывает не так-то просто. На остановке можно провести 30, а то и 40 минут. И если летом потерпеть еще можно, то с наступлением холодов такое ожидание грозит обернуться простудой. Не говоря уже о том, что утром приходится опаздывать на работу, а вечером к ужину. Проблема работы общественного транспорта стара как мир. Решить ее пытаются уже много лет подряд. Большинство водителей маршруток – частные перевозчики. Их работу региональная власть не контролирует. В прошлом году на профильном совещании было предложено перейти на регулируемый тариф и следовать четко установленному графику. Говорили, обещали, а ВОЗ и ныне там. Горячие точки вроде остановок за речный и речной порт так и остались местом массового скопления пассажиров. По-разному. Бывает, что и 20 минут ждешь. А в основном они проходят, не сажают полные все. То есть, ты можешь с вами быть много детей, но они не сажают пассажиров в никого. Ну, если, например, к 7, то минут 30 стоишь. А если к 8 вообще не уедешь, к 7 ими едут битком. Вот говорят, что 30-й ходят, типа, каждый час. Нет, они не ходят. Нет. И народу много стоит. Да, очень много. Но здесь полная остановка стоит. Я вообще, как бы, на машине ехал. Первый раз в Москве ходится на машине ехать. И как, комфортно? Не особо. И почему? Ну, я останусь в Чебоксаре. В Чебоксаре все должно быть порядка. С длинным сетям. Надеюсь, что-то долго. Ну, у нас тут оставили маршрут на 12-й. В 90-й период один по графику только ездит. Остальные все убрали, да. У нас был Константин Зонов, это депутат нам помогал в последний день. Вот это все делал. Это было хорошо. Но все равно хотелось побольше. Часто ездим. Это не единственное изменение в маршрутах. Например, по улицам Ленина и Железной дивизии теперь будут ездить только трамваи. Комиссия по организации транспортного обслуживания в городской администрации решила развести потоки, изменить схему движения маршрутных такси и автобусов. А точнее, просто убрать их с исторических улиц. Мы преображаем всю улицу Ленина. У нас там были построены венские остановки. Были заменены остановочные павелены. Сейчас идет процесс замены остановочных павелены. Соответственно, для организации и оптимизации маршрута сети принято решение об отходе автобусов к павелу. Согласно ГОСТу, у нас по улице Ленина нет возможности установки автобусов к павелу. Соответственно, целесообразность нахождения там автобусов на павелу отпадает. По мнению администрации, такая мера может убить сразу двух зайцев. Избавиться от пробок в часы пик и даже решить проблему с кадрами. Мол, цены на горючий смазочный материал и выросли, как и конкуренция. Водители не видят рентабельности и просто уходят. Городские чиновники уверяют, изменения приняты по обоюдному согласию с переводчиками и пойдут всем только на пользу. Ранее об этом переводчикам не сообщалось. Просто переводчикам поставили перед фактом о том, что уже решение принято. В период пандемии, вы прекрасно знаете, очень резко упал по суровому поток в городе Ульяновске. Сейчас фактически на участке между улицей Спаская, Ленина, железной дивизии и Минаева, один монополист – это МУП Ульяновск-Лехтотранс. То есть это решение было принято в пользу муниципального транспорта. Хотя федеральный закон говорит, что должна быть здоровой конкуренцией. Получается, теперь у пассажиров по большому счету нет выбора, на каком транспорте добираться. Ныне существующие маршруты изменят. Газели и микроавтобусы будут ходить по улицам Гончарова, Кузнецова и Минаева. А чтобы, к примеру, из точки А на одном конце города попасть в точку Б на другом, придется сделать пару пересадок. И пока администрация продолжает развивать электротранспорт, люди продолжают испытывать неудобства.